Елена Кахтенко, психолог, подключается к нашей беседе. Здравствуйте, Елена, рада вас видеть. Здравствуйте, добрый день, взаимно. Елена, я так понимаю, что вы из Нижнего Новгорода сами родом, правильно я понимаю? Не совсем так. Проживали там в определенное время? Я жила там 12 лет, а до этого жила 5 лет в Москве. И я родом из Полтавской области, города Перятино. Ох, Перятино, королева бензоколонки. Хорошая да у вас круг. Да, 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 именно так, королева бензоколонки. Такой произошел. Скажите, а в чем, по вашему мнению, с точки зрения психологии, разница между украинским и российским народом? Потому что мы тут всячески боремся с этим нарративом про какие-то братские узы и скрепы. Потому что все-таки, может, мы и не боролись бы с ними, если бы это не было использовано как повод для военной агрессии в нашу страну. Да, вот вы, раз нам братья, давайте-ка мы немножко аннексируем ваши территории. Вот в чем разница? Это действительно и было бы манипуляции. Разница огромная. И я много анализировала, действительно, потому что разницу я заметила, как только переехала. Я жила в Киеве, где-то года 4 работала, а потом уже переехала в Москву. И потом я сразу заметила эту разницу. На мой взгляд, украинский народ, он более теплый, более гостеприимный, более открытый. Это раз. Но когда уже начались эти события, да, жесткие с войной, я обнаружила еще одну огромную разницу практически сразу. Украинский народ, он отличается смелостью. И тем, что он не такой терпеливый, он не будет терпеть насилия, он не будет терпеть издевательств, никакого вида абьюза. И это я в целом, конечно, рассуждаю. Понятно, что есть отдельные какие-то субъекты, но есть и вот общее наблюдение. Потому что вот эта смелость, я считаю, что это наше национальное. У россиян такого нет. Они терпят, 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 терпят. Я-то уехала в Испанию на Тенерифе из-за того, что очень много уже накопилось у меня негатива к агрессивной политике Путина. Потому что я почувствовала практически сразу. В 2014 году я приняла решение, я же все-таки украинка, я не могу с этим жить, когда происходит такое безобразие с Донбассом и с Крымом. И я улетела жить на Канарские острова. И отсюда уже наблюдала. И здесь уже работала с теми людьми, которые пострадали от войны, с беженцами нашими. И еще раз убедилась в том, что наш народ, он более смелый, и у него нет такого терпения, когда нужно терпеть. Вот опять Путин пообещал 10 лет потерпите, и я вам налаживаю жизнь, и опять у нас будет все прекрасно. Но это терпеть, терпеть, терпеть. Я всем россиянам говорю, сколько можно терпеть? Зачем столько терпеть? Елена, вы сказали, что вам именно не зашла эта воинственная риторика Путина, вы от нее устали. Ну а ведь часть населения России, она наоборот, раззадорила. Посмотрите, вот Ахлобыстин, вот подобные ему взгляды люди говорят, да наконец-то Россия встала с колен, мы показали, кто мы есть на самом деле. То есть кому-то это дарит действительно прилив энергии, счастье в конце концов, какой-то ренессанс души, если можно сказать. В чем вот это отличие? Почему вот таких людей, как вы, подобная риторика о точении себя врагами, она угнетает, а кому-то она очень даже нравится? Знаете, я вижу ложь, я вижу манипуляции, я их слышу, я их распознаю даже на расстоянии, даже по выражению лица и по глазам. Я не понимаю, почему столько людей, огромное количество миллионов граждан России настолько доверяют телевидению и радиовещанию. Если вы спросили конкретно про Ивана Ахлобыстина, да, вот и такие персонажи, как он, во-первых, эти люди очень падкие на деньги, да, и там платится огромное количество миллионов за, ну, долины платятся, да, дюжевы платятся. К тому же, если говорить конкретно про Ивана Ахлобыстина... Скорее про его последователи, про людей, которым нравятся подобные взгляды. Вы знаете, Ахлобыстиен, Газманов, понятно, это люди, которые могут себе обеспечить какое-то безбедное существование даже внутри замкнутой системы. А вот человек с зарплатой в 20 тысяч рублей, в 15, который говорит, аха-ха, давайте все-таки убьем хохлов и станем счастливыми. Вот почему ему это нравится? Понимаете, в чем дело? Им хочется гордиться своей страной, хочется гордиться нацией, гордиться особо нечему, они начинают воевать. Ну, реально, достижений каких-то нету, народ живет в бедности, нищает на глазах. И вот эту вот национальную идею подхватывают с тем, чтобы манипулировать народом. А народ поддается под манипуляции, потому что, увы, стал низкий очень уровень образования, и нету какого-то анализа происходящего. Ой, слушайте, вот в контексте того, что вы говорите, Елен, вот в продолжении, да, я чем Александр начал. Смотрите, ну, очень странная, нелогическая получается ситуация, даже с точки зрения просто жизни человека. Россияне, которые хотят чем-то гордиться, но с зарплатой в 15 тысяч, они не могут сгруппироваться и эту энергию выдать на протесты, на свержение коррумпированной власти, на обращение внимания на экономические зоны под украинское падение и так далее. Но при этом остаться в живых и, если что, в СИЗО отсидеть 15 суток. Но они могут спокойно брать оружие с непонятным будущим, ехать в Украину, убивать украинцев и при этом быть убитыми. Вот как это можно понять? Вы знаете, я вот много лет прожила, там 16 лет, повторюсь, и там просто вот это вот процветает. Вы что, хотите, как на Украине, говорил им Путин? Они боятся Майдана, они боятся революции, и они считают, что если это произойдет, то будет только хуже. И я знаю эти мнения прям напрямую от людей, это люди, которых я хорошо знала, близко знала. И я эти высказывания слушала постоянно. А когда ввели еще закон, который на 15 лет, посадить людей, которые плохо говорят или говорят фейки про российскую армию, теперь люди стали одно и то же говорить мне на мой какой-то призыв, да, выйти и на улицы, и наконец-то сверхнуть эту власть. Говорят о том, что нас же посадят, у нас дети, у нас кредиты, ипотеки. Это все правда то, что они говорят и пишут. Поэтому, вот, боязнь, это страх, понимаете? Страх. Ну почему не страшно потерять близкого в войне против Украины? Почему самим не поехать сюда не страшно и в ничельских условиях быть просто, ну, превратиться в мясо? Ну почему это не страшно? Давайте я объясню, вы же знаете сами прекрасно, кто в основном пришел в Украину. Пришли буряты, пришли чукчи и еще такие же депрессивные регионы. Это очень бедные, самые бедные, самые нищие вообще регионы в России. Они согласились выдавать за деньги. И большинство вот так вот пошло из-за денег. Им платят там, например, обещают там по 100-200 тысяч рублей, плюс по 50 долларов в день обещают, плюс им там много чего обещают на самом деле. Ну, не знаю, выполняют или нет. Есть какая-то информация, что не все выполняют. Это другой вопрос. Именно конкретно идет нищета, идет необразованность, идет темнота, и люди беспринципные, люди без ценностей, они идут конкретно за деньгами. Плюс еще вы знаете, какой уровень мародерства и сколько уже наворовано в наших украинских домах. И они идут за этим в том числе. Им обещают, что берите, что хотите, заплатим вам много денег, вы будете обеспечены, все будет прекрасно. В то время, как у них у самих там по 12-15 тысяч зарплаты, то еще и без работы. Кроме бедных регионов, о которых вы сказали, уже есть свидетельства в пабликах и видео, как организованы мобильные комиссариаты в Петербурге, в успешных регионах, в Ростове, в Краснодарском крае, где на площадях центральных те фуры приезжают и принимают всех желающих с мотивацией, что мы вас обеспечим деньгами, каким-то социальным пакетом. И вы знаете, очереди потихоньку и там выстраиваются. Это успешный, средний, скажем так, бизнес русский, малый бизнес, но есть. Вы знаете, возможно, это тоже будет фейк с той стороны, вы же увидите, какое огромное количество информации, вбросов, да, и это может быть просто. Я видела другую сторону медали, когда спрашивают про патриотизм, и все такие, да, да, но патриоты, а их спрашивают, ребят молодых, ну что, давайте у меня у нас тут список, записывайтесь к нам и давайте воевать сразу же. Вы дадим сейчас оружие, вы пойдете, и они сразу убегают все, да. Поэтому, я не знаю, я пока такой информации не получала, что очереди в Питере или в Москве. По той статистике официальной, которую я видела, основные регионы, это Чувашия, Бурятия и это Чук-Чук, как Чукотский регион, да, вот они все идут в большом количестве. Но кого-то же принудительно сначала отправляли, призывников, например, это тоже факт, преступление, да, такое, преступление, отправляли ребят, но потом начали отправлять и наемник. Да, Елена, да, именно разбор, кого конкретно отправляют уже военным экспертам, оставим, вы нам вот как психолог все-таки расскажите, а в Москве, например, в таких городах больших, вот эта вот тенденция к отрицанию реальности, она чем вообще диктуется? Вот есть видео, которое показывает весь символизм происходящего и отношение параллельно к этому происходящему у людей довольно сытых и богатых городов. Давайте посмотрим это видео, очень короткое. Я так понимаю, что это выпускной, чей-то школьный, и вот тут надпись, к смертной казни приговорили наемников из Великобритании и Марокко, суд так называемой ДНР. То есть идут сообщения о, по сути, как бы смертельном вердикте, при этом люди параллельно танцуют. Мы не будем заниматься спекуляцией, потому что, ну, вряд ли эти выпускники заказывали эту ленту, чтобы под ней веселиться и танцевать, но это вот такой символизм определенный, да, в котором видно отношение отрицания. Вот вы можете, как психолог, это описать? Вот как это и почему? Знаете, есть какое-то такое у меня ощущение личное и наблюдение за людьми, которых я у многих знаю лично, что они как будто как отморозились, да, они заморозились и в каких-то своих коконах. Они многие, кто-то делает вид, а кто-то реально так себе нашел, что на самом деле все у них хорошо и прекрасно, и эти проблемы, которые происходят сейчас в стране, их не волнуют. И то, что убивают сейчас людей в Украине или кого-то казнят, да, как мы видели новости, сегодня я тоже прочитала, людям вообще вот отмороженным по барабану. Есть единицы, которых это реально волнует, и единицы, которые над этим задумались, есть те 4 миллиона граждан, которые в первой неделе войны уже уехали из Москвы и из России, да, иммигрировали в срочном порядке. Кто понимает, что на самом деле происходит, и есть те, кто просят меня помочь тоже уехать. Но те, кто остаются, им как-то надо продолжать жить, кто-то сидит и плачет, да, и говорит, ты меня сам звонит на сессию, я не знаю, что мне делать, как мне жить. Таких очень мало. Большинство, вот есть такое, знаете, заморозка чувств. Все, заморозились, отморозились и делают вид, что на самом деле все нормально. Постят селфи котиков, там, цветочки, работаю и все. И просто они не нашли выхода многие или не искали. И ждут, пережидают, пока все это закончится. Ну, делают вид, что все хорошо, реально. Ну, скорее всего, их ждет разочарование, потому что, да, рано или поздно мы обсуждаем каждый эфир, санкции коснутся каждого, но тогда уже, конечно, балл на выпускном не станцуешь. Елена Кахненко, спасибо вам огромное, психолог была на Фридоме, очень емко и понятно. Да, слушай, Саша, к следующему нашему этапу нашей программы родился, может быть, саундтрек, буквально сейчас, вы все поймете.